Какое у вас понимание успеха, вот вашего личного успеха, например, когда вы можете про себя решить, что вы успешны в чем-то? Хороший вопрос, надо. Например, как психолог, как психолог. Вот я к вам зашла, так, до 30 с лишним тысяч подписчиков. Мне это показалось очень крутым, потому что я совсем недавно только запустила канал, и у меня, по-моему, 95 или 94 даже подписчика. И я очень радуюсь, если какие-то мои видео посмотрят 400 человек, а вы только выложили свой видеоролик, и у вас уже через неделю, через несколько тысяч просмотров. А другие выложили, и за день. И я тоже знаю таких психологов, которые выкладывают за день уже столько. Интересный вопрос, Анна, мне на него сложно ответить, потому что я не знаю, поскольку я не пользуюсь этим термином, я не знаю, что такое успех. Я могу сказать, что бывают случаи, когда я доволен своей работой, бывают, когда я недоволен своей работой. Это бывает. Это в соответствии моим внутренним каким-то критериям. Когда я вижу, ну, некоторые ожидаемые клиентам изменения, все хорошо. Когда я вижу, что какая-нибудь важная статья зашла, все хорошо. Ну, зашла в смысле, что люди начинают это распространять. Какое-то было со статьей про декрет. Тогда как бы все здорово, тогда все замечательно. А сказать, что я прям, ну, вот как бы понимаю, успех или не успех, мне кажется, очень сложно. Я сам по себе этот термин не использую, и поэтому он, ну, нет его в лексиконе. Можно говорить о востребованности, например. Вот есть востребованность, да. Это хорошая штука, понятно. Вот мне там предлагают такую работу, такую задачу, такой заказ приходит. Вот есть востребованность. Никому не интересно то, что я делаю. Востребованности нет. Вот здесь, мне кажется, ну, как понятнее, да, как измерять. Потому что, ну, допустим, у кого-то 300 тысяч, у кого-то там 30 тысяч, да. Но если там, где 30 тысяч все равно хватает заказов, задач каких-то, интересных проектов, то востребованность есть, мне кажется. То есть, какая разница тогда, сколько тысяч, если востребованность одинаковая? Ну, если она одинаковая, конечно. То есть, если у меня 30 тысяч заказов, неважно чего, там, 30 тысяч подписчиков в Инстаграме, да, я продаю там, вот, у меня самокат, у меня стоит самокат, да. И востребованность, делаю, делаю самокаты. И востребованность, значит, такая, что у меня все равно в раз в год самокат берут, то, ну, какая разница, 30 тысяч, 300 тысяч, 3 миллиона. Если все равно один раз в год берут самокат, то зачем мне это? А если их берут столько, что я понимаю, что я уже не справляюсь, и мне столько не надо заказов, все, востребованность есть. Ну, как-то так. А тогда, например, каким образом вы меряете свои достижения или свою востребованность? Например, можете ли вы сказать, чем вы больше всего гордитесь? Каким достижением? Или какой книгой? Или, например, каким курсом? Или работой с каким клиентом? Работу с клиентом я не могу рассказать. Конечно, конечно. Это я понимаю, что называть фамилию вы не можете. Конечно, конечно. Даже и какие-то детали. Я могу так сказать, что я не знаю. Я работаю. Я могу сказать, что вот я, например, первый придумал термин доказательной психологии в мире. Evident basis psychology. Не было в мире просто. Я реально вбивал, не было. Не было ни в каком мире. Ни в англоязычном, ни в русскоязычном. Не было этого понятия. Ну, сейчас оно есть. Горжусь ли я этим? Ну, наверное, горжусь. Стало ли это высшей точкой моих достижений? Не знаю. Мне сложно ответить на этот вопрос. Я работаю. Я, в общем, стараюсь сделать свою работу максимально хорошо. Я стараюсь сделать свои там материалы максимально там широкими, доступными, чтобы они максимально распространялись. Я стараюсь сделать так, чтобы людям от моей работы была максимальная польза из возможного. А что из этого хорошо, что плохо? Какая востребованность? Очень сложно мерить. Очень сложно. Потому что, ну, допустим, вот одна статья там стрельнет, да, у нее там 100 тысяч просмотров. Ну, вроде хорошо. А про другую напишет, у которой там 5 тысяч просмотров или там еще меньше. Человек и скажет, напишет человек и скажет, а вот мне там типа очень помогло. А про ту вообще никто ничего не сказал. Очень сложно. Я думаю, что тут такое. Если работы больше, чем меня, востребованность уже есть. У меня работы больше, чем меня, гораздо больше, чем меня. Многие вещи приходится откладывать, отказываться, отказывать людям. Поэтому я думаю, что вот все замечательно. Да, замечательно, замечательно. Если времени не хватает, уже хорошо. Тогда времени может не хватать еще по другим причинам. Нет, ну, понятно, что если я там целый день сидел и, не знаю, там, в носу ковырял, его поэтому не хватило. Да, да. Ну, так мы же понимаем следующий. Ну, конечно, я видела ваши материалы по темп-менеджменту. Какие ваши особенности, какие ваши качества или привычки помогают вам, ну, хоть вы не любите этот термин достигать успеха, но, например, помогают вам в том, чтобы вы были востребованы? Ну, давайте подумаем. Я никогда не задавался этим вопросом. О, как хорошо. Да, да. Прежде всего, я стараюсь делать материалы максимально понятными. Я вот говорю, что я делаю сложные понятными. Не простые, а понятные. Да, вас очень, очень хорошо понимать. Ну, у меня, правда, два университетских диплома, но... Спасибо. Я стараюсь. Я стараюсь... Нет, не стараюсь. Я держу дисциплину темп. У меня постоянно выходит какое-то количество новых материалов. Это не спорадически. Это не по принципу, там, захотелось, не захотелось. У меня есть норма. Я эту норму стабильно выдаю. Я думаю, что вот эта вот дисциплинированность, это тоже очень важная штука. Я ее, естественно, натренировал. Не так, чтобы у меня прямо с неба она свалилась. Но какая разница, натренировал я ее или еще что-то. Она есть, она сильно помогает. Что же еще мне может помогать быть востребованным? Ну, я думаю, что опора вот на доказательную психологию мне очень сильно помогает, потому что, понимаете, как можно сколько угодно фантазировать о том, что работает с людьми. И березовым фрешем их можно лечить. То есть принимайте березовый фреш, и все будет хорошо. Но от этого, ну, как бы, результатов не будет. Результаты есть, когда мы берем работающую методику и применяем ее, в общем, там, где ей место. А чтобы знать, работающая методика или нет, недостаточно пообщаться с автором методики и увидеть его горящие глаза. Нужно увидеть результаты. А результаты можно увидеть не когда он говорит, вот, смотрите, у меня на сайте 50 тысяч отзывов. Потому что это искаженная выборка. Потому что люди, которым не понравилось, отзывы не напишут. По крайней мере, не у него на сайте. А даже, кстати, и те, которые напишут, совершенно не обязательно, что они действительно, соответствуют правде. То есть даже если это ругательный отзыв, совершенно не обязательно, что это правда. Поэтому не проверишь. А вот если мы проведем хорошее исследование и посмотрим, как это работает на большой какой-то выборке людей, вот это то, что надо брать. Вот этим можно пользоваться. Поэтому опора на действительно работающие техники, причем работающие, ну, по каким-то объективным показателям, они позволяют... Опора позволяет получать, конечно, гораздо больше. Павел, вот вы говорите про доказательную психологию. И я тоже вот только у вас слышала первый раз этот термин. И мне было интересно... Я понимаю. Мне было очень интересно посмотреть, вы его придумали или нет. И я в интернете искала. Искала и не нашла его у кого-то другого. И тогда я поняла, что это вы придумали. Так что поздравляю. У меня такой вопрос. Так как мое первое университетское образование это филолог, я преподаю уже много десятилетий иностранный язык, английский язык. И я как раз была очень рада, что вы в одном вашем ролике, который несколько дней назад вы выложили по поводу изучения иностранного языка, говорили по поводу того, что не грамматикой нужно заниматься. Я тоже 30 лет про это говорю. Но опять же, я прекрасно понимаю, что имеется масса доказательств. То есть, например, те люди, которые говорят в английском языке, есть такой communicative approach, разговорный язык, они будут приводить одни доводы, одни доказательства. Те люди, которые захотят пояснить, почему нужно преподавать, например, грамматику, они будут говорить совершенно другие доводы. И очень часто, может быть, они будут брать на совершенно другие группы людей. И могут и одни люди, и другие люди что-то доказать. Тут тема такая. Во-первых, все сложно. И в любом сложном процессе есть элементы, которые, ну вот, как у слона. Кто-то говорит, что слон – это хобот, кто-то говорит, что слон – это ухо. И может как-то доказать. Поэтому нужны там систематические обзоры, мета-анализы нужны. Когда мы берем, как-то складываем это все, смотрим, почему у одних так получилось, а у других так получилось. Это большая работа научная, и это хорошая, полезная штука. Кроме того, надо различать аргументацию и доказательства. Аргументировать можно все что угодно, а доказательство – это гораздо более сложная штука, его трудно получить. И тот факт, что его трудно получить, выстраивает, ну, некоторую такую стену, и человек не может сказать, а вот, например, я так считаю. Наплевать, как ты считаешь, показывай доказательства свои. Он говорит, вот мое доказательство, лусы, лапы и хвост мои документы. Он говорит, не, не пойдет, давай нормально доказательства. И тогда мы таким образом отсекаем людей, которые не готовы всерьез заниматься изучением своего вопроса, которые не готовы ставить какие-то эксперименты, а, соответственно, скорее всего, у них нет ничего надежного, и обращать внимание на них, в общем, не нужно. Хотя, конечно, здорово, когда человек просто убежденно о чем-то рассказывает, и прямо хорошо льется все это из речи. Но в целом, это просто не основание. Это не основание верить человеку, убежденность его и там уверенность в своих словах. Это как раз вообще последнее, на что нужно обращать внимание. То, что я тут уверенно говорю, не должно никого как-то сильно убеждать. Про доказательства в психологии много вопросов, потому что психология – это сложный инструмент, сложная тема, сложный объект. Мы изучаем психику, она проявляется в разных вещах. И, возможно, в разных вещах она проявляется по-разному. И, конечно же, многие психологи не согласны друг с другом, хотя они изучали, в общем, хорошо и качественно просто разные куски. И эти куски пока между собой не стыкуются. То есть как-то, как со слоном. Да у него с двух сторон змей. С одной стороны змея с двумя дырками и большая. С другой стороны змея с хвостиком, с волосами на конце. Как это получается, что змея… Что там в центре должно быть? Не могут у змеи быть огромные уши, да? Наверное, это просто такая длинная змея. А нет, могут. Да еще лапы могут быть. Ну, это просто означает, что мы еще не докопались и не доискались внутри. Поэтому нужно смотреть, где это доказательство приведено, относительно чего оно проведено, как это соотносится со всеми остальными, ну и так далее. Вот, например, сейчас с силой воли такая большая тема идет. Она все-таки ограниченный ресурс или неограниченный ресурс? И там баумейстер одно, дуэк другое, они там обуткаются так, рубятся друг другом. Ну, это нормальный процесс для любой науки, когда мы изучаем сложные явления, и все правы и неправы одновременно. Это ужасно. Хотя, конечно, человеку постороннему ужасно сложно, поэтому он говорит, так, ты уверенно говоришь, я тебе верю. Я не могу себе такого позволить, поэтому надо разбираться. Ну, как это такое. Спасибо, спасибо.